есть расхожая фраза победители никогда не отступают они идут вперед постоянно что-то делают пытаются сломать все преграды на своем пути а что если это не так что если упорство бывает бессмысленным что если никогда не отступать это неверно и даже вредно это заметки миллионера и сегодня мы поговорим о яме решив что-либо начать начинайте а начав делайте это настолько хорошо насколько возможно приготовьтесь стать лучшим и запаситесь терпением потому что вы непременно попадете в яму она ожидает вас на пути к любой цели это проверка на то как далеко вы готовы зайти что такое яма писатель сет годин называет так препятствие которое придется преодолеть чтобы достичь цели шаг за шагом день за днем стиснув зубы и балансируя на грани отчаяния яма это необходимый элемент любого начинания это длинный путь от случайной удачи до реального достижения и надо научиться и и проходить а борьба с ней сокращает время и прохождения яма это трудности которые возникают практически в любом действии начиная новое дело или проект практически всегда сперва появляются начальные легкие успехи это легкое пьянящее ощущение когда что-то начинает получаться и все происходит интересно захватывающе хорошо и весело но после этих легких успехов появляются трудности которые необходимо преодолевать например вы начали кататься на коньках первые движения дались легко вы едете и ощущаете прилив успеха но потом этот период проходит и получается так что для того чтобы выучить новые движения или начать кататься по-новому и лучше нужно очень много тренироваться и отрабатывать движения при этом падать и заново вставать большинство людей просто заканчивают на этом этапе они получили препятствия и попали в яму это и есть проверка на прочность это то что стоит на любом пути от новичка до любителя и профессионала если вы хотите стать первоклассным мастером тогда приготовьтесь к тому что эту самую яму необходимо преодолеть вам захочется бросить начатое дело появится лень и физический дискомфорт вы перестанете хотеть идти дальше у вас пропадет главное желание но смысл состоит в том чтобы не бросить после первых проблем сумеете распознать тупик когда вы что-то делаете но нет никаких изменений прогресса и перспектив вы попали именно в него важно вовремя распознать тупик и прекратить то что вы делаете необходимо суметь отличить тупик от ямы ведь если наступил момент препятствия осознайте это можно преодолеть потрудиться и выйти на новый качественный уровень но если вы пришли к тупику нужно остановиться отступайте прежде чем начать без упреков и чувства вины ради того чтобы сберечь силы для истина вашей цели и главной ямы отступить сложно еще сложнее сделать это в нужное время найдите в себе силы отступить чтобы выиграть а не проиграть отбросьте условности и не дайте навести на себя ярлык неудачника помните о яме и будьте разборчивы в своих целях ищите то что дается легко и естественно что поведет вас в желаемом направлении задавайте вопросы которые направят в нужную сторону и определят в каком состоянии вы находитесь прямо сейчас вопрос номер один а нахожусь ли я сейчас в яме возможно это тупик вопрос номер два делает ли меня лучше то что я сейчас делаю в чем я становлюсь лучше ради чего все это определите в чем вы оказались вы упали в яму из которой можно вылезти победителем или уже уткнулись в тупик который никуда не приведет кто-то говорит что нужно сконцентрироваться на чем-то одном и тратить все силы на улучшение своих навыков в одной области а кто-то считает что важно всестороннее развитие личности я же скажу так важно что-то делать возможно стоит выбрать одну точку постоянно бить в нее и становиться первоклассным профессионалом откинуть другие мешающие факторы вашего развития и сконцентрироваться на том деле которая принесет вам заветный успех а возможно развитие в разных сферах может быть отличным локомотивом для вашего прогресса выбирать только вам но помните лишь не останавливаясь можно совершить прыжок вперед так стоит ли барахтаться в яме и не лучше ли действительно отступить сет годин считает что надо держаться и идти до конца если у вас есть шанс стать лидером если же таких шансов нет то лучше поискать какое-нибудь другое применение ваших сил а как считаете вы нужно ли отправить все свои силы и развиваться только в одном направлении или же лучше всесторонне улучшать себя дайте мне знать в комментариях что думаете вы отправьте это видео всем тем кто сомневается кто возможно находится в тупике или яме и не знает что делать помогите им разобраться в себе и стать лучшими в том чем они занимаются достигайте целей правильно в этом поможет канал заметки миллионера вдохновились на новые свершения обязательно ставь лайк